Привет! Разборочка скоро начнется, а пока познакомьтесь с нашим двухколесным брендом Motostrong. Мы сами привозим мотоциклы из Европы, отдаем предпочтение байкам в идеальном состоянии и с минимальными пробегами. И продаем их по привлекательным ценам. Обязательно подпишитесь на Instagram Motostrong. Там актуальное наличие. Ассортимент постоянно пополняется. Все ссылочки и подробности будут в описании к этому видео. Первая серийная турбочетвёрка от компании BMW называется N20. Такой у неё каталожный индекс, который известен буквально каждому поклоннику баварских автомобилей. Итак, встречаем N20. Этот двигатель появился в 2011 году и выпускался до 2017-го. Его реальный объём 2 литра, но есть ещё модификация на 1,6 литра. Именно на декоративной крышке этого двигателя появилась яркая надпись Twin Power Turbo. Конечно, ни о каком двойном наддуве речи не идёт. Просто турбина Mitsubishi имеет одну особенность. Один обычный впускной канал для отработавших газов тут разведён на два. Маркетологи решили поиграться с двойкой, взяли из словаря английского языка слово twin, что значит парный, сдвоенный. Разумеется, слово twin играет на чувствах тех, кто имеет представление о честных моторах с двумя турбинами. Эту турбину мы вам ещё покажем, а пока расскажем про другие особенности. Блок цилиндров из алюминиевого сплава, в приводе ГРМ роликовая цепь, также есть зубчатая цепь, которая приводит маслонасос. В ГБЦ два распредвала и два фазовращателя на каждом распредвале по одному. Также есть ещё система бездроссельного впуска Veltronic. Она регулирует поступание свежего воздуха в цилиндры изменением высоты подъёма впускных клапанов. Прыск топлива у этого двигателя непосредственный. Двигатель N20 развивает мощность от 156 л.с. до 245. Его версия 1,6 литровая, выдаёт 170 л.с. Его устанавливали на все BMW от первой до пятой серии. Единичка F20, F22, кроссовер X1, E84, все тройки от F30 до F34, на кроссовер X3 и X4, пятёрка F10 и Roadster Z4, E89 оснащались этим двигателем. Также недолго BMW выпускала подключаемый гибрид X5, X-Drive 40E. Под его капотом в паре с электромотором также трудится вот этот вот Twin Power мотор. Что можно сказать о надёжности этой баварской турбочетвёрки? Так вот, наверное, в свои годы это худший двигатель BMW. Поклонники BMW до его появления даже не могли представить, с какими поломками, ремонтами, заменами они могут столкнуться. Этот агрегат склонен к саморазрушению. В 2017 году владельцы BMW подали в суд на BMW по поводу проблем, которые связаны с цепным приводом ГРМ. Настолько они отчаялись в решении этого вопроса, что реально решили подать иск в суд. В общем, обладание автомобилем с двигателем N20 – это как хождение по минному полю. Но если знать все неприятные нюансы и предвидеть неприятные сюрпризы, то вполне можно получать удовольствие от BMW с этой турбочетвёркой. Декоративная крышка мотора N20, её ещё называют шумоизоляционная, содержит в себе вакуумный ресивер. И если её неправильно вздёрнуть, то тогда можно сломать оба штуцера этого ресивера и после этого забыть про нормальную работу турбокомпрессора. И это касается дорестайлинговых моторов N20. А если мотор выпущен после июля 2013 года, то уже в крышке нет никакого вакуумного ресивера. Конечно же, мотор N20 унаследовал фирменную фишечку BMW – это подтекание масла по прокладке теплообменника, то есть по прокладке между теплообменником и стаканом масляного фильтра. И, кстати, сразу же под этим местом находится шкив генератора. А на шкиве генератора, естественно, ремень навесного оборудования. Так вот, масло попадает на шкив, ремень может, естественно, соскочить. В этом случае его может затянуть под шкив коленвала. А вот эта вся ситуация может сделать так, что выдавит передний сальник коленвала. Замену прокладки под теплообменником лучше проводить с заменой другой прокладки между корпусом фильтра и блоком цилиндров. Снятие теплообменника неизбежно связано со слитием антифриза и системой охлаждения. Выполнение других работ, заполнение системы охлаждающей жидкостью, развоздушивание производится без запуска двигателя. Существует специальная процедура по запуску электрического насоса системы охлаждения. Главное, чтобы АКБ был заряжен и позволил работать насосу 12 минут. Как вы уже, наверное, заметили, двигатель у нас столбом, то есть без навесного оборудования. Но все навесное оборудование, которое нам надо, мы нашли на нашем огромном шестиярусном складе. Нашли мы, найдете и вы обязательно позвоните в «АвтоСтронг». Кстати, у нас еще есть новые запчасти. ТНВД у двигателей N20 вполне надежные. Надо знать один нюанс. До и после марта 2014 года у них были разные ревизии. У старого образца электроразъем широкий, у нового образца узкий. Причем для подключения ТНВД нового образца к проводке старого образца нужно отрезать старый разъем на проводке и припаять новый уменьшенный разъем. Он продается отдельно примерно за 20 долларов. Вообще, особых жалоб на ТНВД первой ревизии не было. Однако он еще в гарантийный период начинал громко тарахтеть. Однако тарахтение или четкий цокот может издавать изношенный толкатель, который находится между ТНВД и кулачком распредвала. Этот толкатель лучше менять каждые 100 тысяч километров. А лучше еще лучше. Еще раньше. Еще этот ТНВД может пропускать бензин. Бензин стекает под клапанную крышку, естественно смешивается с маслом. Если масло пахнет бензином, то скорее всего надо менять ТНВД. Еще если бензин в масле, то тогда перестает работать электронный датчик уровня масла. Он просто не показывает уровень масла. И, конечно же, из запоров масла, которые через систему ВКГ засасываются во впускной коллектор и сгорают в цилиндрах, топливные коррекции уходят в минус. Но это видно при диагностике. А без диагностики совершенно явно ощущаются еще более сильные вибрации двигателя N20. Но это видно при диагностике. А без диагностики явно ощущаются сильные вибрации двигателя N20. Исправный ТНВД давит топливо под давлением 200 бар. Катушки зажигания двигателя N20 вполне надежные и служат примерно 150 тысяч километров. Очень редко случается отказ драйвера катушек в блоке DME, то есть в блоке управления двигателем. И, кстати, пушные и новые катушки вы можете приобрести по отличным ценам в «АвтоСтронге». Двигатель N20 получил электрическую помпу. Ее крыльчатку приводит электромотор. Вот такой новый агрегат стоит оригинальный 470 долларов, но есть хорошие заменители по 190 долларов. Знаете, что заменители и отличную БУ запчасть и новую запчасть вы можете купить в «АвтоСтронге». Так вот, помпа вполне надежная. Ходит 150 тысяч километров. Как правило, течи по ее уплотнениям не происходит. Обычно возникают неполадки по ее электронной начинке. Об этом говорят ошибки от 2Е81 до 2Е84. Плюс вентилятор основного радиатора начинает работать на максимальной скорости. Форсунки непосредственно впрыска, производителем которых является компания Bosch, очень надежные. Они запросто переживут 2ТНВД. Но все-таки, если придется поменять форсунки, то надо учитывать экологический класс. Дело в том, что форсунки для двигателей N20 под Евро-5 и Евро-6 разные и невзаимозаменяемые. Для снятия установок форсунок нужны специальные инструменты, а также новые форсунки устанавливаются на новые уплотнительные колечки. И, кстати, еще надо будет прописать трехзначные корректировочные коды. Вообще, перед заменой форсунок нужно тщательно убедиться, что они действительно изношены. Как правило, при проблемах с форсунками они сильно переливают после холодного запуска, что выражается в виде белого дыма из выхлопных труб. Также пропуски зажигания указывают на проблемы с форсунками. А еще изношенные форсунки громко цокают. Нельзя обойти вниманием вакуумный насос двигателя N20. Дело в том, что вакуумный насос необходим из-за того, что из-за системы ValveTronic и пассивного дросселя в впускном коллекторе не образуется достаточного разрежения. То есть ситуация такая же, как и в дизельном двигателе. А как мы помним, N20 двигатель-то бензиновый. Вакуумный насос двигателя N20 известен тем, что может пропускать масло в вакуумную систему. И это обычно обнаруживается после того, как снимается декоративная крышка, в которую, напомним, встроен вакуумный ресивер. Если отсоединить трубочки от вакуумного ресивера, то из них и из ресивера польется масло. Причина в том, что в малом штуцере на самом вакуумном насосе есть обратный клапан с небольшой резиновой мембраной. Она рвется, после чего в трубки и ресивер поступает масло. К счастью, на стороне вакуумного усилителя тормозов такого безобразия не происходит. Это касается только вакуумных магистралей на управлении вестгейтом турбины и заслонки в выпускном коллекторе. Изначально при возникновении этой проблемы меняли сам вакуумный насос. А он стоит от 350 до 700 долларов. Но есть совсем неоригинальное предложение, которое гораздо дешевле. А затем владельцы BMW подумали и нашли другие решения этой проблемы. Это, во-первых, внедрение внешнего обратного клапана в магистраль дополнительных потребителей, то есть установка обратного клапана в трубку между насосом и ресивером. Во-вторых, китайские производители начали производить малый штуцер с той самой мембраной достаточно неплохого качества. И некоторые сервисмены умудряются его заменить, не снимая насоса. Кстати, этот клапан можно купить не только на китайских маркетплейсах. На двигателе N20 установлен один единственный турбокомпрессор Mitsubishi TD04-LR6. Но надо знать, что до июля 2013 года и после июля 2013 года турбины разные. Старая, так сказать, дорестайлинговая. То есть у старой дорестайлинговой Westgate открывается вакуумным актуатором, а у рестайлинговой турбины, ну будем называть ее так, электромеханическим актуатором открывается Westgate. Технология Twin Scroll – это прежде всего впускной коллектор с двумя раздельными каналами, чтобы пульсации давления отработавших газов из соседних цилиндров не противодействовали друг другу. Это решение немного повышает КПД двигателя и позволяет более эффективно раскручивать ротор турбонагнетателя. И не более того. Сами турбины Mitsubishi служат отлично, но иногда они начинают задорно звенеть. Это касается обоих вариантов. Звон возникает в тяге привода перепускной заслонки в горячей части, либо в самой тарелке этой заслонки, которая перекрывает путь газом в обход крыльчатки самой турбины. Вот что с этим делают? Если звенит тяга, то причина в люфте в шарнире на горячей части улитки. Временно может помочь подтягивание тяги. Для этого есть регулировочные винтовые элементы на самой тяге. Но тут важно не перетянуть, так как можно оставить заслонку в приоткрытом положении или нарушить ее угол максимального открытия. Лучше заварить разбитое отверстие тяги в ушки и просверлить новое, чтобы избавиться от эллипса. А еще может помочь клипса для турбин моторов VAC. Там точно такая же проблема, а клипса просто сжимает тягу и ушко, чтобы они были плотнее и ближе. Если звенит сама тарелка заслонки, то придется снимать турбину, снимать тарелку и перевтуливать. А некоторые вообще приваривают намертво тарелку к рычагу. Электромеханический актуатор ходит примерно 200 тысяч километров. Его можно поменять на новый, но новый стоит от 150 до 500 долларов. Можно обойтись бэушным и калибровать его на фирменном ПО. Ну а разобрать вот этого чуда инженерной мысли компании BMW нам поможет роман. Встречаем! И мы начинаем нашу разборочку! Пластиковая клапанная крышка мотора N20 крепит на себе немало деталей. Это ТНВД, актуатор ValveTronic, вакуумный насос и соленоиды актуаторы Muft1. Сквозь нее проходят и форсунки непосредственного впрыска. Обычно течи масла по прокладке клапанной крышки возникали при пробеге примерно 100 тысяч километров. Течь масла со стороны выпускного коллектора была обильной и, соответственно, запах ощущался в салоне автомобиля. В стандартный набор входят 5 прокладок. Стоимость 70 долларов. Также отдельно еще есть прокладка вакуумного насоса. Ее можно купить за 30. Если масло появилось в гнездах свечей зажигания, то придется снимать верхнюю часть гнезд и для этого используется специальный съемник. Четыре гнезда разделены на два блока и под каждый есть металлическая прокладка. При пробеге в 150 тысяч километров трескалась и трескается пластиковая клапанная крышка и масло начинает сочиться через мельчайшие трещинки. Вдобавок к этому пробегу сдается мембрана клапана ВКГ. Это ощущается по свисту и по появлению масла во впускном тракте. Новая оригинальная клапанная крышка стоит 280 долларов, неоригинальная 100. Также можно поменять отдельно мембрану, но обычно эту проблему не решит, потому что упругость неоригинальной мембраны не соответствует упругости оригинальной. В ГБЦ мотора N20 используется система ValveTronic третьего поколения. Напомним, что благодаря электромеханическому актуатору, промежуточному эксцентриковому валу и специальным рычагам между кулачками распредвала и впускными клапанами происходит бесступенчатое изменение высоты открытия клапанов. Благодаря этому двигатель может работать без дроссельной заслонки, так как поступление воздуха в цилиндры регулируется именно клапанами. Хотя дроссельная заслонка во впуске присутствует, она используется для прогрева, а также в аварийных режимах, когда ValveTronic недоступен. Напомним, что третье поколение ValveTronic лишено детских болезней. Его электромотор установлен коллектором вниз, и это избавляет его от проблем выделения угольной пыли от износа щеток. То есть это не мешает в работе в долгосрочной перспективе, ну, работе электромотора. Вообще двигатель N20 шумно и неровно работает на холостом ходу практически на всех машинах. И в этом виноват ValveTronic и аккумулятор. Дело в том, что после включения зажигания сервопривод ValveTronic отменяет крайнее положение вала. Если аккумулятор уже слабоват, то до реальных крайних положений механизм не доходит. При прогреве двигателя клапана открываются максимально, как в обычном двигателе. Дроссель регулирует подачу воздуха. Так вот, если ValveTronic не до максимума, открыл клапаны и дроссельная заслонка загрязнена, то двигатель N20 будет ощутимо вибрировать на холостых оборотах. Причем это будет ощущаться даже на торпедо и даже на сидениях. Стоит подзарядить аккумулятор либо поменять его и почистить дроссельную заслонку, и тогда двигатель начнет ровно работать. Вдобавок вернется былая прыть, потому что ValveTronic будет работать корректно. Но есть еще такой совет, если все предыдущие не сработали. Включайте зажигание и запускайте двигатель после 15-20 секунд. Может поможет. При пробегах около 300 тысяч ValveTronic может отказать из-за износа электромотора-актуатора. Эта деталь на минуточку стоит от 400 до 700 долларов. Кроме того, потихоньку возникает износ шестерни эксцентрикового вала и червячной шестерни актуатора. Из-за этого ValveTronic все сложнее подбирать необходимое положение, что тоже сказывается на плавности работы двигателя. И в этом случае придется менять эксцентриковый вал, а его цена на сегодняшний день за оригинал на минуточку 1400 долларов. Но такая необходимость возникает пробегу около полумиллиона километров. Идем дальше. На каждом распредвале установлены фазовращатели с фирменным названием Vanos. Каждая муфта Vanos прикручена к своему распредвалу специальным болтом, в котором есть каналы для подачи масла внутрь муфты и поршень-золотник для открытия и закрытия этих каналов. Снаружи на клапанной крышке закреплены соленоиды, которые своими штифтами нажимают на поршень. Таким образом регулируется подача масла в камеры муфт Vanos для изменения фаз газораспределения, то есть для смещения положения распредвалов по углу относительно коленвала. С фазовращателями Vanos происходят стандартные проблемы, а именно тарахтение после холодного запуска, а также ошибки по этой системе. И после этого как раз таки и включается режим ограничения мощности. Вся причина в потере герметичности во внутренних камерах муфт, то есть не сохраняется нужное давление масла, соответственно не сохраняется и нужное положение распредвала. Впускные и выпускные Vanos разные. Стоимость за оригинал 600 долларов есть хорошие заменители по 300 долларов, но также есть и не оригинал лютый за 100 долларов. Вообще долговечность Vanos напрямую зависит от чистоты и качества масла. Бывали случаи, что Vanos выхаживали лишь 100 тысяч километров, но вообще на практике они без проблем ходят 200 тысяч. Для замены муфт нужен специальный кондуктор, удерживающий валы. Его же используют при замене цепи ГРМ. При замене муфты желательно заменить или как минимум промыть центральный клапан, то есть болт с поршнем. Они одинаковые для обеих муфт. Стоимость от 60 до 120 долларов за качественные детали. Иногда могут барахлить соленоиды по 60 за штук. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ГПЦ двигателя N20 не дает повода для бесплатно. И требует стандартного обслуживания. Чистка впускных клапанов от нагара. Чем больше нагара, тем хуже дела с ВКГ и маслом. Здесь же мы видим, с нагаром у нас все хорошо. Ну и также при пробеге в 200 тысяч понадобится замена маслосъемных колпачков. Блок цилиндров двигателя N20 полностью легкосплавный, без чугунных гильз, с открытой рубашкой охлаждения. Ни жесткости, ни надежности скажут знатоки в комментариях. Так вот, по большому счету, с этим блоком ничего плохого не случается. Если владелец как-то не решит перепрошить 184-сильный мотор на 245-сильной стандартной прошивкой, и вот тогда начинаются проблемы. Прошивка проходит легко, однако поршни для двигателей N20, например, для BMW 320i или 328i, разные. В первом случае поршни имеют горбы на донышках вдоль оси поршневых пальцев, а во втором случае донышки поршней вполне плоские, как в нашем случае. И на что же это влияет? Правильно, на степень сжатия 11.1 к одному и 10.1 к одному. То есть, если мотор BMW 320i 184 лошадиных сил и прошили прошивкой от BMW 328i, а это 245 лошадиных сил, то добрый вечер заправлять этот двигатель надо 98-м бензином. Иначе детонация, разрушение поршней, задиры, ну, в общем, таких случаев хватает. Под коленвалом двигателя N20 расположился модуль с балансирным валом, а справа к нему пристыкован, то есть со стороны маховика к нему пристыкован масляный насос. Для привода непосредственно масляного насоса от балансирного вала использована косозубая передача. Весь этот механизм приводится с зубчатой цепью морза от шкива, расположенного на коленвале спереди. Ну, а теперь взгляните на вот эту вот зубчатую цепь. Угадайте, сколько она служит. Если вы не знакомы с мотором N20, то, скорее всего, ошибетесь. Менять ее надо вместе с цепью ГРЭМ. Почему? Да потому что она рвется. А ее направляющие разрушается. Цепь тонкая, а шкив коленвала, который она обкатывает, совсем крохотный в диаметре, но иначе в данном случае быть не может. В итоге эта цепь интенсивно изнашивается и даже рвется. В случае сильного износа эта цепь шелестит и цокает. Много случаев обрыва цепи балансира и масляного насоса приходилось на первые годы выпуска этого двигателя. Но когда сервисмены и владельцы осознали эту проблему, то стали менять привод маслонасоса. Фатальных происшествий, которые убивали этот двигатель стало меньше. И инженеры BMW улучшили цепь, то есть внутренние пластины стали одинарными, но с удвоенной толщиной. Вот эта цепь продается и меняется в сборе с шестернями, направляющими и натяжителем. Такой комплект стоит от 80 до 220 долларов. Нужен комплект? Позвони в «АвтоСтронг». Как правило, масляный насос двигателя N20 проблем и нареканий не вызывает. Он, кстати, нерегулируемый и обычно обеспечивает необходимое давление. Но если закупорился маслозаборник, произошло падение давления масла, а также проворачивание вкладышей, то лучше его разобрать и проверить на предмет износа. Также, если произошел серьезный износ цепи балансира и масляного насоса, что вызвало перескок цепи, то тоже стоит тщательно осмотреть его внутренность. Цепь ГРМ, а также её направляющие башмаки – это боль у мотора N20. Вот что мы достали из нашего привода ГРМ и сделали вот такое сердечко нашим подписчикам, потому что мы вас очень любим. Так вот, первые регистрации обрыва цепи были у моторов даже на пробегах 30 тысяч километров. Вообще, цепь ГРМ этого мотора не любила и не любит тупой чиповки. То есть, когда ВБУ двигателя мощностью 184 л.с., заливают прошивку на 245 сил. Также цепь не любит долгой работы двигателя на холостом ходу. Также, когда машина постоянно стоит в пробках. Ну, то есть, трассовую эксплуатацию она любит. И если при трассовой эксплуатации ещё и менять масло каждые 7 тысяч километров, ну ладно, хотя бы 10, то она пройдёт 150-200 тысяч километров. При городской эксплуатации и некорректном чип-тюнинге она точно зазвенит к 100 тысячам километров пробега. Если не обращать внимание на утренний звон, то цепь раскрошит свои направляющие, перескочит или вовсе порвётся. И, кстати, фрагменты второпластовых направляющих охотно закупоривают маслозаборник, что приводит к провороту вкладышей. Гидронатяжитель последней ревизии появился в сентябре 2016 года. И, кстати, из-за его старых версий было очень много проблем с натяжением цепи и с её провисанием. Мы уже затрагивали тему рестайлинга моторов N20 и, глядя на поршни, опять вернёмся к ней. Дело в том, что до августа 2013 года и после поршни разные. Инженеры решили, что в первоначальном виде юбки у поршней всё-таки маловаты. После технического рестайлинга юбки поршней значительно расширили по нижним краям и увеличили их длину. Они приобрели выраженный профиль трапеции. Это позволило уменьшить болтание поршней при перекладке в верхней мёртвой точке. В действительности, знатоки моторов N20 заметили, что рестайлинговые моторы работают тише, в том числе за счёт отсутствия шуршания поршней при перекладке. А вот моторы дорестайлинговые, которые с отчётливым шумом поршней проходят по 400 тысяч километров без проблем. Так вот, эти старые поршни с узкими юбками никак не влияют на ресурс цилиндропоршневой группы. Новые старые поршни полностью взаимозаменяемы. Но чтобы установить новые поршни на двигатель, который был выпущен до августа 2013 года, надо ещё поставить новые маслофорсунки. Они чуть короче, чем старые. Ну а теперь по состоянию. Мы видим износ на всех вкладышах, что шатунных, что коренных. Даже видим глубокие царапины на коленвале. В общем, коленвал по шлифовку, если что. И что интересно, маслосъёмные кольца не закоксованы. Верхние коренные вкладыши тоже с признаками износа. Ну что, разборка закончена. И что можно сказать? Двигатель N20 – это очень распространённый мотор на BMW с 2011 по 2017 год. Его устанавливали практически на все машины с индексами от 320 до 328. И альтернатив у него не было. Естественно, лучше выбирайте рестайлинговые моторы после августа 2013 года. И если на этом двигателе менять масло каждые 7000 километров, то ведёт он себя практически образцово. Ну и если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие вот классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте колокольчик, нажмите лайк этому видео и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров. К ресурсу вашего автомобиля с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».